Телерадиоканал 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 Смотри, с именем все понятно Александр Телерадиоканал Других вариантов нет Так А вот по поводу фамилии, друзья Лично у меня возникли проблемы Потому что в Инстаграме Написано Александр Мартынов Да Там в Википедии Вообще везде в интернете Александр Стекольников А что написано в других местах Мы вообще молчим Мы вообще молчим, да То есть, где ты? Ты один, второй Или вообще ты третий Представляешь, какая метаморфоза случилась Так Во-первых, жизнь была довольно-таки хрупкая, с фамилией такой хрупкой, Стекольников. То есть Стекольников твоя реальная фамилия? Да, моя реальная, под документом я и остаюсь Стекольников, но фамилия Мартынов, это сейчас псевдоним, но это родовая моя фамилия. Ух ты. У меня мама в девичестве Мартынова, и папа тоже был бы, если бы его отец в 30-каком-то году не поменял на Стекольникова, потому что... А, то есть и с одной стороны могли бы быть Мартыновы, и с другой стороны, и прикинь, они соединились бы в то время. Соединились, представляешь? Так подожди, а почему тогда ты носишь другую фамилию, а не Мартынов? Ну, у меня... Слушай, это очень сложно. У меня ипотека, у меня, значит, права, снилс. Представляешь, вот это все, по графику, все вот это идти, менять, писать эти заявления. Ну, подожди, ну тебя знают все-таки как? Как Стекольников больше, вот именно в актерской среде. Да, конечно, Стекольников в Петербурге все знают как Стекольников, и были тоже обескуражены, как так, кто? Мартынов, Сань, ты чего? Прости, Саш, но у Мартынова в Инстаграме 200 тысяч подписчиков. На секундочку, друзья, Александр Мартынов, а не Стекольников, но у него большая аудитория. Я их заманил сначала на Стекольников, а потом... Ты заметь. А в Нуральце поменял. Вы знаете, друзья, я открою здесь тоже секретики, тут не только, вот знаете, вот такая ситуация у Саши, у Маши и у Миши тоже, как вот Маша Новая и Майк Войс. Не сказать бы, что в паспорте у нас с тобой так и написано, понимаешь? Понимаешь, поэтому такой секрет общеприметный, поэтому хотите много подписчиков, пожалуйста, я никому не скажу. Ну, нет, ну это можно считать творческим псевдонимом, или все-таки это как-то странно, вот именно Александр Мартынов? Это точно псевдоним творческий, потому что я уже снимался в одном проекте под фамилией Мартынов, я в одном спектакле выступляю, выступляю. Я выступаю как Мартынов, и я в дальнейшем буду себя позиционировать только как Мартынов, то есть стекольников это документально. Все, я поняла, вот, друзья, мы во всем разобрались, прекрасно. А в сериале «Универ», кстати, сейчас у нас замечательный инфопо, 10 лет этому проекту, и вот уже закончились съемки, уже появился этот сериал в эфире, вы там все переженились. Расскажи, пожалуйста, сколько ты сам в этом проекте, потому что я, на самом деле, брала у Саши интервью еще когда он только-только заступал в этот проект. Ну, лет пять мы с тобой подсчитали. Я помню, вы еще молодые на фотографии, я помню, да, да, да. Я еще с брекетами была, правда, да. Слушай, пять лет, пять лет получается, я в этом процессе, в этом прекрасном, интересном жанре, для меня это новый жанр, реально, потому что я театральный человек, там все немножечко... Как это, актеры, там актер, тут актер на сцене. Но жанр, он не подразумевает, так как 28 минут, там хронометраж серии, и нужно, нету времени растекаться мыслью по требованию. А, нужно сразу, четко. Ну, быстро, быстро, оценка, 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 события, оценка. А-а-а! Ну, тебя что-то мы учили. Только профессионально откоржим. Меня учили немножечко процессу, понимаешь? А, типа вживство в роль. Оценочку, наверное, нужно подготовить, к ней нужно подойти, как бы опа выдать. А-а-а! Слушай, это целое искусство. По Станиславскому, да? Конечно. А тут, понимаешь, хоп-хоп-хоп, когда Паша Деревянка играл моего папу в последнем сезоне, он играл моего папу. Мы очень похожи, реально. Так. И мы целый день вместе снимались, и он вот так бедный, он тоже начал путать текст, как и я, как театральный актер, которому нужно быстро от оценки к оценке моментально переходить. Он не понимал, как это играть вообще. Саша, вот видишь, Криво. Сыграя удивление сейчас, пожалуйста. Удивись. Давай, давай. Удивление. А-а-а! Друзья, уходим на музыку, и сегодня скоро вернется Александр Мартынов. Саша, не удивляйся, все нормально. Сегодня у нас в гостях. Давай, Саша, удивимся. Давай тоже. А-а-а! Лысый! Телерадио. А у нас снова здесь все те же самые люди, но как в пятницу, куда же нам еще пойти в пятницу, кроме как не в студию Страны ФМ. Макс, новая Майк-Войс, и с нами Саша. Александр Мартынов, да, мы разобрались. Он же Стекольников, он же Мартынов. Все, точно. Ну скажи, мы начали с тобой разговаривать про сериал «Универ». То есть ты туда пришел пять лет назад, очень интересно. Чем все завершилось? Вот, например, можешь поделиться для тех людей, которые, ну, по каким-то причинам не смогли, например, посмотреть, найти время, как там все это разрешилось? Все прекрасно разрешилось. Кончилось четырьмя свадьбами. Так, кто с кем? Давай, ты вместе с Анной Хиркевич. Ну, Валентин с Марией. Это ты сейчас героев называешь? Да, это я героев называю. Иваныч с Семакиной. Так. Господи, Антон Мартынов с Кристиной. А, они все-таки вместе. Вот это была главная интрига. И Варвара с Майклом. Ты знаешь хоть кого-то из этих персонажей? Я-то причем реально сейчас осознаю, что я всех этих персонажей знаю. Мой друг Гагунский, понимаешь? Мы его перевели в другой университет. Да нет, шутки шутки. Ну скажи, ну вот, Саша, ну реально жалко, что столько времени длился. Вы там уже, наверное, сплотились, не знаю, стали одной такой большой семьей, друзьями. А как теперь дальше? Как жить-то без всех ребят? Честно, потому что это, конечно, грустно. Классная команда. Было реально очень весело. И каждая смена это какой-то либо взрыв мозга, либо отхохота, либо... Но ты с радостью шел на съемки, скажи, на универ. Круто. Реально крутые ребята, крутая компания. И, ну и хорошо, потому что нужно уходить на пике. А, согласно. Чтобы... Как Кенфеев. Как Кенфеев, да. Отбил ножкой и все, давай. Понимаешь, нужно уходить на пике и на прекрасном настроении, чтобы запомниться вот такими. Ну да, чтобы не стук сериал реально. Старые мы уже все. Совсем не эти, не студенты. Сериал второгодних. Знаменитый сериал второгодних. А то было бы уже не верю по-станисовскому. Не верю. Надо двигаться дальше. Ну а дальше? Ты себя все-таки видишь на сцене, в театре. Или же тебе понравилось быть в кадре? То есть это может быть какой-то полный метр или сериал. Вот что тебе ближе? Я открыт для всего. Я хочу это. Где же это оно? Где же вот режиссеры? А реально можно совмещать? Ну просто мне кажется, если у тебя полный такой график забитый в театре. Что типа вот он в ситкоме и все. Очень многие кастинг-директоры тоже. Мне-то кажется, что вы каждый день снимались, нет? Нет, это все иллюзия. А как механически? Вот механика съемок как происходит? То есть сколько это, периодичность какая? Пол за неделю, да? Или как? Или меньше? Примерно там серия снимается 2-3 дня. А, вот так? Но все расписано относительно наших графиков, понимаешь? Конечно, там сутками режиссер и оператор. Да. Вот они там реально пашут. А у нас ну 10-12 дней в месяц было. А, то есть можно совмещать, по сути, можно заниматься другими делами. Снимите меня, снимите же меня. А вот... А многие люди, я тебе честно... Нет, ну наверняка люди из профессии, продюсеры, они же понимают, как это все происходит. Это мы с тобой думаем, что ребятам даже стоит не звонить, они там с утра до ночи. Вот это важно. Давайте тоже не заигрывать. Весь сезон снимается за 12 дней. Ну, почему весь сезон? А сколько? Сезон это 20 серий. Вот ты можешь на 2,5-3 дня. Что-то можно совместить, правильно? Какие-то? Так все совмещается. То есть мы снимаем в один день из трех-четырех серий сцены относительно объектов. Твоего персонажа, да? Два месяца. Вот все, что с тобой делается. Я долго считал, два месяца. Три. Три. Сезон где-то три месяца примерно. Сезон три месяца, но занятость по несколько дней в месяц, правильно? 10-15, не больше 15, это точно. Все, друзья, разобрались. Раскрыли тайну. Я готов, меня устраивает. Но смотри, ты совмещаешь еще, ты же у нас еще и преподаватель. Кстати, сегодня день учителя. Друзья, Александр, мы тебя поздравляем от всей души. Скажи, сколько у тебя учеников? Ну-ка. Порядка 200 в Петербурге. У нас огромная театр-студия, называется Горошины. Ух ты, прикольно. Так, так, театр-студия Горошины. Не на Гороховой? Нет, нет, нет. Мы располагаемся в нескольких точках, просто аренда помещений в разных местах. Но мы показываем спектакли в государственном театре. Приют комедианта. Так. Приют комедианта. Ты преподаватель какой дисциплины? Актерское мастерство или же сценическое движение? Сценическое движение. Это и жонглирование, это само сценическое движение. Это степ. Ой, красота. Степ? Степ, конечно. Ты, то есть, подожди, ты хочешь сказать, что ты идеально танцуешь степ. Я по сегодня нам уже что-нибудь продемонстрировать. Продемонстрировать смогу, я, конечно, не идеально. Но я могу это передать, самое главное, научить базовым каким-то вещам. Могу продемонстрировать. Александр, готовимся. О, круто, все. Сейчас музыка и будем это делать. Я уже снимаю туфли, друзья. Раздевайся. Надо или надо остаться? Раздевай, туфли можешь оставить. А, надо платье снимать. Все, я подготовлюсь, друзья, и вернемся к вам после музыкальной паузы. Телерадиоканал «Молодые мы» Итак, друзья, давайте-ка еще раз. Маш Новый, Александр Стрик... Подожди, как тебя лучше все-таки? Мартынов, поехали. Мартынов, Майк Войс. Мы все здесь. Студия, это эфир телерадиоканал «Страна ФМ». Вечер, друзья. Мы не просто так стоим, потому что Александр занимается сценическим движением. На профессиональном уровне. У него огромнейшее количество учеников, уже, может быть, даже и выпускников. Это ответ, почему стоит Александр. Почему ответ, почему стою я, я так и не получил, честно говоря. Но, надеюсь, узнаю. Миша, сейчас мы тоже будем с тобой учениками. Саш, нам продемонстрировали небольшой мастер-класс. Профессионал. Это безнадега, понимаешь? Да, да, да. И луч надежды. Саш, ну покажи, расскажи, как вообще, да, ты владеешь своим телом. Во-первых, степ, есть разные разновидности степа. Например, ну, чечеточка, чечеточка, это русская народная. А есть степ американский, там, yeah. Воу, воу, воу. А нам надо, может, как-то тебе ритм, ритм, ритм? Я могу как в лесгинке на колено ставить вот это. А, кстати, есть, значит, испанский пасадоболи. И есть ирландский степ. Круто. Ничего, что, можно по-рунски в России еще. Слушай, ну это браво, это реально браво. А ты долго этому учился, Саш? Ну, то есть за пару минут реально что-нибудь освоить? Конечно. Я думаю, что сейчас мы быстренько. Вот, кстати, вот и звучит вот благодаря вашему... Что эти из ирландских мотивов? Михаилу, звукорежиссеру, какие-то ирландские мотивы у нас пошли. Чувствую нотки ирландские. Чувствуешь, знаешь, что-то зеленым повеяло. Да, да, да. Так, я предлагаю... Ты же прекрасно владеешь ключом. 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 Ключом движения. Хорошо, хорошо, владею. И не скрипичным. Ключом, да, позволь я продемонстрирую. Очень мило, браво, прекрасно. Спасибо, я готовилась, друзья. Понятно, спасибо. Михаил не владеет, никаким ключом. Я могу встать на колено и аплодировать вам, что я могу делать. Нет, ну давайте вместе что-нибудь изобразим. Я думаю, мы можем чисто ирландскую финалочку забабахать. Давай. Давайте, значит... Так, мы сначала отрепетируем. Друзья, это все реально полная импровизация. Миш, финальное движение хотя бы ты точно должен сделать. Я включаюсь на финальное движение. Итак, друзья, кто нас не видит, а только слышит, мы сейчас здесь, в прямом эфире, делаем небольшую такую связку ирландского танца. Правильно? Можно это так громко назвать? Привет, Риверден, сюда. А мы должны за руки держаться? Или мы должны... По радио это не важно. По радио там не поймут. А по телику это важно. Так, ну что, поехали. И... Я сейчас жду самый метр. Напевать обязательно. Миш, ну давай. Класс. Видели, как я здоров... Я спас этот номер в самом конце, дорогие друзья. Своей харизмой. Давайте сядем. Хух, займем место. Размялись. Ну вот, реально, где ты учился так виртуозно двигаться и танцевать? И сколько ты потратил на это времени? Конкретно на степ у меня был прекрасный педагог Михаил Михайлович Уманец. Михаил Михайлович, если вы вдруг с нами. Михаил Михайлович, у вас, да, я думаю, будут новые ученики. У меня огромная прияда мастеров питерских степистов. Вообще, я танцую всю жизнь. Я занимался в театральной студии «Форт». Если вы смотрели фильм «Окно в Париж» 92-го года. То, возможно, мы там все маленькие. Ты ребенок там еще? Да, мы там пляшем-пляшем прямо под сакрикером в Париже. Прости, мы не сразу идентифицировали, что это было именно ты. Но теперь мы знаем. Так. То есть я танцевал всю жизнь. Ну подожди, с детства прям. Реально, тебя родители отдали в какой-то хореографический кружок. Все было случайно. Не было какого-то специального. Вот, хотим его в ту. Нет, было просто у меня по партии соседка. У нее папа был руководитель русских народов. Ну, я как-то, ну, пошли, ну, попробуем. Вот, это было 8 лет потом, к нам в школу пришла Татьяна Ивановна Голодовича. Это руководитель студии «Форта». Кто может колесо делать? Ну, я поднял. Ну, и как-то затянуло на 10 лет. И 10 лет ты делал колесо. Я делал колесо. Учился делать колесо. А скажи, вот, есть разница между степом и чечеткой? Вот, я вот помню, что-то такое вот, есть что-то обидное, как-то нельзя называть. Нет? Или я ошибаюсь? Ничего никакого обидного. Я лично для себя ни на что не обижаюсь. Может быть, кто-то и обижается, очень пафосно к себе относится. Нет. Я думаю, это состояние души разное. Чечетка и степ. А-а-а. Поясни. Подожди, чечетка это более что-то наше такое. Я так предлагаю. Я могу сейчас ошибаться. Эх, яблочко, куда стыкатишься? Он всегда так реагирует. Ну, да, 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 да. Спасибо. Вот скажите, чечетка он опять так же реагирует. Как и степ, как и джаз, это было, родилось у афроамериканцев. И кто такие афроамериканцы, приехавшие? Это были изначально... Подневольные люди. Подневольные люди, мягко так скажем. И которые, чтобы почувствовать себя свободным, они в танце чувствовали себя. Это степ там родился. Это джаз из этого вышел. Все корни оттуда. У нас же тоже это, получается, морская. Видимо, чтобы их особо не укачивало, они стучали по палубе. Слушай, ну а в жизни, ну вот в актерской профессии тебе это помогает? Состояние души вот такое, да? Не-не-не, ну вот все твои навыки. Реально? Воплощаешь это в роли? Очень хочется, чтобы их использовали побольше, но не всегда, не всегда. Друзья, используйте все свои навыки на 100%. Да хотя бы сейчас. Вот музыка звучит. Ответите чечечку. Поехали. Погнали. Есть определенные приметы, скажу вам я. Когда в руках у Маши появляются посторонние предметы, особенно шляпы, в них нарезаны какие-то бумажки. Да, Михаил. Сейчас будут для всех, для нас, кроме Маши, неудобные ситуации, потому что мы не в курсе, что будет, а ты знаешь, давай. Очень важная вещь, что вот наш гость Александр Мартынов сегодня любезно предоставил мне для конкурса свою шляпу. Это важно подчеркнуть. Я хочу сказать, с барского плеча, не, с барской головы. Маша, важно подчеркнуть, что для конкурса предоставил, тебе не подарили эту шляпу. А, да? Она не твоя, ее надо вернуть. Нет, это странно, что ты мне говоришь, мне-то она не подходит. А вот твою волосину, она бы хорошо закрыла, задекорировала. Спасибо. Хорошо. Итак, друзья, Александр, вы у нас человек из актерской среды. Наверняка у вас есть всякие там голоси, речевые разминки, тренинги. Ну, и когда учились. И, кстати, перед ролью делаешь такие штуки? Да, конечно. Разминаешься как-то? Размять, размять или речевое аппарат. А что ты делаешь? Разминка всех мышц, 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 детских. Купик, 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 купик. Миш, учись у профессионала. Нам тоже надо такое делать. А ты не делаешь? Я всегда делаю. А вот ты вот я не видела. Подожди, ты не делаешь? А ты делаешь? Я запираюсь перед каждым эфиром в туалете, потому что я там сижу по полчаса. Так ты там голосовичевый тренинг. Ребята, я может пойду, пока разберите. Нет, нет, нет. Итак, друзья, у нас сейчас будет здесь тоже небольшая такая разминочка. Здесь скороговорки, но все они, знаете, не вот эти старые, совдеповские, а наши прикольные, такие модерновые, интересные скороговорки. У нас будет на все про все 40 секунд. И вот мы с вами будем сейчас соревноваться. Кто больше проговорит скороговорок за отделенный пример? Не ошибившись. Не ошибившись, конечно. А если запнулся, то заново. Переговариваешь, конечно. Отлично, все. Александр, давай, ты как гостья, ты начинаешь. Нет, ты бери себе эту шляпу. А, я беру шляпу. Да, ты бери шляпу, когда скороговорочку, значит, сказал, бумажку выбрасываешь. Ясно. Все понятно, все готовы, друзья. Итак, делайте погромче, сейчас будет очень интересно. И быстро, самое главное. 3, 2, 1, начали. Время пошло. Рыла свинья, бела, рыла, тупорыла, полдвора, рыла, мы изрыла, вырыла, подрыла. Отлично, засчитано. Как я могу контролировать, может, там не то. Карл у Клары украл рекламу, а Клара у Карла украла бюджет. Прикольно. Классно. А что, Аллочка? Ядро потребителей пиастров пираты, а пиратов пираньи. Все, проговорил. Спасибо, не надо думать. Так, гри пока у него. Невелик на ситиборде бодибилдера бицепс. А, бицепс? Давай еще раз. Невелик на ситиборде бодибилдера бицепс. Браво! Слушай, ну профессионал с ним вообще не поспорит. У рекламы ухватов швах с охватом, а при хватке и без охвата расхватали. Тебе можно в копилочку потом эти скороговорки. Выборка был бурзом. Все, все, Саш, к сожалению. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько? Пять, да? Ну брависсимо, что я хочу сказать, друзья, уверенно идем. Пусть лежит этот антураж в шляпу, в шляпу. Я на память заберу. Целых пять скороговорок было скороговорено Александром. Михаил, давайте. Секундочку. Вы человек у нас неопытный в этом деле. Проверим сейчас, как вы размяли свой рот перед эфиром. Ну что, разомни рот перед эфиром. Погнали. Давай. Выборка по уборщицам на Роллс-Ройсах не презентативна. А можно быстрее, это скороговорка. Банкиров ребрендили, 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 да не выбрендировали. Вы ребрендировали. Да, как говорится. В Кабардино-Балкарии Валокардин из Болгарии. Вот это классно. Пожалуйста, дальше. Скреативлен креатив, не по креативному нужно перекреативить. Вы заняли какую-то позу? Пороче, шторм, гам, гром, ор, тоф, пир, рифм, вдруг бум, блеск. Я боялась, что это мне достается. Невелик на Ситибодде. А, ну это было, это неинтересно, подожди. В каннах львы только ленивым венки не вили. Ну и последнее, чтобы нет. Полосу прополасы заменили двумя полуполосами пропылесоса. О, что-то непонятное было сейчас. Какая-то невнятная. Одна явно была штрафная. Итак, давай. Полосу прополасы заменили двумя полуполосами пропылесоса. Брависсимо. Человек без опыта и подготовки. И но из туалета, но из туалета, друзья. Но актер не учился. Да секундочку, Мишка, ну молодец, правда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну подыграй, Александр, он скажет, что три. Восемь из них пять не считается. Счет пять-три в пользу Александра. Итак, друзья, тяжелая артиллерия вступает. Три-два раза. Это должен был сказать я. Давай. Поехали. Окей, я вертикультяп, могу вертикультяпнуться, могу вертикультяпнуться. Вы вертикультяпнуться. Спасибо. Интервьюер интервента интервьюировал. Пожалуйста. В канат львы, а это было уже у нас, да? Давай что-нибудь новенькое. И прыгают скороговорки, как караси на сковородке. О, мне нравится. Так, дальше поехали. Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу, в грязи от груза арбузов развалился кузов. А ты все проверяешь, да? Конечно. Я вижу твой пристальный взгляд. Сиреневенькая зубовыковыривательница? Это нереально сказать. Итак, сиреневенькая зубовыковыривательница. Это ясю хааааа. Спасибо тебе, наша дорогая зубовыковыривательница. Это ясю. Так, ну что ж, спасибо большое. Спасибо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пожалуйста. И остался. Кто-то лидирует. И остался Александр. Итак, держи. Победи нас всех. Победи нас, да, пожалуйста. Готов? А тут осталось. Все, размялись. Поехали. Мерчандайзеры собрали. Сорван сэмплинг сава... Мерчендайзеры на сэмп... Саш, соберись. Мерчендайзеры собрали. Сорван сэмплинг с самоваров. Сорван сэмплинг с самоваров. Жили-были три китайца. Як-цедрак, як-цедрак, цедрак, цедрони. Жили-были три китайки. Цыпа-цыпа-дрыпа, цыпа-дрыпа, дрым-помпони. На, попробуй. Смеешься? Попробуй, попробуй. Жили-были три китайца. Як-як-цедрак, як-цедрак, цедрак-цедрони, жили-были три китаки, цыпа-цыпа-дрыпа, цыпа-дрыпа, дрым-пам-пони. Лишнюю цель сказал. Став фокшерский терьер ретив и черношерстный резиншнауцер резв. О, вот это, кстати, очень сложное сейчас было. Скреативлен креатив, не по-креативному, нужно перекреативить. Вот это мне нравится, Миша, это мы возьмем. Нормальная тема. Расскажите про покупки. Про какие про покупки? Про покупки, про покупки, про покупочки свои. Так. О, пакет под попкорн. А вот это надо пять раз повторить. Пакет по попкорн. Пакет по попкорн. Вижу, давай ты. Пакет по попкорн. Быстрее. Пакет по попкорн. Быстрее. Пакет по попкорн, пакет по попкорн, пакет по попкорн, пакет по попкорн. И теперь, мои дорогие друзья, выяснили, чем вчера вечером весь вечер занималась Мария Новая. Мария Новая. Ну что ж. Бравиться, Александр. Ну, конечно же, вообще победа безговорочная. Самым главным итогом этого конкурса, самым главным итогом вот этой, активности. Знаете, что является? Мы вернули, наконец-то, головной убор законному владельцу. Ура! Это победа, Александр! Мы просто ему изначально сказали, пока не поучаствуешь, шапку свою обратно не получишь. Да? Да. Все, не уйдешь. Поздравляем тебя. Ну, скажи, пожалуйста, какие-то вот реально тренинги актерские сейчас, перед работой вы делаете? И как вы это делаете? Как-то коллективно собираетесь? Или же каждый себе там запирается в кулуарах и начинает вживаться, разминаться? У каждого своя кухня, так называемая. И каждый, чтобы придумал себе какие-то мотивационные настройки, то ты их и реализует. Бу-бу-бу. Я делаю вот так вот. Я делаю просто вот так вот. Раз косточку поставил, два косточку поставил. То есть тебе больше важно, чтобы вот физическая была история? Да, потому что в спящем теле спящий дух. О, вот это важно. Если я активен, все, у меня речь активна. Здесь важное замечание, потому что мы все, знаете, вот о духовном, о вот во всем этом, знаете, тонких материях. А Саш, ты еще и спортсмен. Да. Саш, ты знает, откуда это взять. Вот расскажи, как это повлияло друг на дружку? Все вот эти деятельности твои. А, ну помимо моих травм, которые я получал на спорте, на танцах. Так. Ну даже ты сам говоришь, что это вообще-то с фамилией связано. Частично, конечно. Стихоньку. Давай все на это спирать. Хорошо, все. Так, так, окей. Я уже забыл вопрос, прикинь. Спорт. Как спорт повлиял? Я на... Прекрасно повлиял. Я... Спасибо, Александр. Именно об этом мы и поговорим после музыки. Обязательно. Как прекрасно повлиял спорт? Спасибо, Саша. Запоминайте имена, дорогие друзья. Александр Стекольников, он же Мартынов, он же Валя из Универа. Ну а эти имена, два имени и фамилия тоже разные, вам тоже знакомы. Маш Новая, Майк Войс, все то же самое. Да, друзья, поехали. Итак, у нас уже, к сожалению, финальный выход в этом части. Мы ни в коем случае не хотим с Александром прощаться, но давай сейчас проанонсируем вот все-все-все, всю твою деятельность. Где тебя можно увидеть, где тебя можно услышать? А, про спорт мы не услышим. А, и про спорт тоже услышим обязательно, но сейчас я хочу спросить, как записаться к тебе на курс? Да, смотрите, не ко мне на курс, это в Петербурге история происходит. Театр-студия Горошины, ребята, ВКонтакте наберите. Театр-студия Горошины, да, в принципе, в поисковике, в Яндексе, в любом Горошины вам сразу высвечивается помимо Бондюэля еще и мы, сразу же, второй строчкой. Так. Мы уже группы набраны, еще набираются дети, у нас будет отдельный такой факультатив, французский театр и английский театр Шекспира, то есть театр Мольера, театр Шекспира, у нас прям все круто, спектакли будут на французском, на английском. Преподаватели-носители языка, прям все круто будет. Прононсировать хочу спектакли, в которых можно меня увидеть. Значит, 30 октября в Санкт-Петербурге спектакль «Ну и фрукт ты», театр эстрады, в 7 часов, да. Андрей Львович Ургант, ваш покорный слуга. Веселая комедия, приходите, пожалуйста. Дальше, в Москве, 3 ноября, так, в культурном центре искусства «Меридиан» будет спектакль «Миллион биткоинов для любимой». Елена Валюшкина, Олег Акулич, опять же, ваш покорный слуга. Веселая шоу «Кабарай-комедия» с танцами, с музыкой, в общем, все круто будет. Вот ближайшие планы. Подожди, ты и в Петербурге, то есть достаточно часто обитаешь, и в Москве, а где ты, вот именно сейчас твое место жительства? Да, у тебя забронировано купе в «Красной стрелье». Где ты обитаешь вместе со своей семьей? Меня уже проводники знают. Где семья вся твоя? Семья моя здесь, мы… В Москве, то есть? Да, за МКАДом. Между где-то, да, между Петербургом и Москвой? Ну, понятно, то есть вы здесь, заходитесь, но туда ты тоже достаточно часто ездишь по работе. Да, так получается, что по целой неделе я уезжаю в Питер. Там со всеми группами отрабатываю, возвращаюсь в Москву. Слушай, ну у тебя подрастает замечательный сын. Два сына. Два сына, с которым ты занимаешься, мне кажется, абсолютно всем. Ну и спортом в том числе. Я видела, как вы дома гоняете мяч, это, конечно, вообще отдельная история. Ну и что-то вот из своих спортивных навыков им ты рассказываешь, показываешь, прививаешь любовь к спорту? Старший слабо прививается, он скорее больше к наукам прививается, так потихоньку, к философским каким-то. А младший? Младший, да, прям футболист, очень активный, и прямо тащит меня с мячом в любую минуту. После тренировки полуторачасовой все равно говорит, папа, пошли, пошли погоняем еще. А у тебя спорт, то есть в твоей жизни спорт для тебя был чем? Спорт для меня был каким-то, я занимался каратэ, ушу, потом тэквондо, в тэквондо я достиг каких-то там ступеней. А потом просто получал разрешение на оружие, да? А потом получал по лицу просто. Я знаю эту шутку, да, про занимался каратэ, потом вышел в отвор и продолжил заниматься каратэ. Нет, ни в коем случае, ты что, я вообще очень миролюбивый человек, и чисто для себя вот хотелось махать ногами, как Жан-Клод Ван Дамм из нашего детства, как вот там Ван Дамм, Чак Норрис, круто, чтобы... Ну и в кино, опять же, это мой багаж. Да, да. Чтобы я красиво сделал в кадре, и без дублера я это сделал сам. Это же круто. А вот по поводу настройки, вот когда ты показывал здесь, на нашем татаме черном, на стороне FM, ты показывал, как ты разминаешься. То есть ты просто вот потягиваешься, потягиваешься, как в спорте, и ты готов. То есть для тебя серьезно, это важно. Для тебя вот настройка тела есть и настройка ментальная. То есть это для тебя одно и то же. Абсолютно точно, потому что в спящем теле спящий дух. Если тело не в тонусе, то и мозг спит, и фантазия спит, и вообще все спит, и все плохо, небо давит, и уснул. Нет! А! Проснуться! Все, поехали! Вот это мне нравится, Саша. У нас есть стандартный такой вопрос, уже традиционный. Как научиться относиться к жизни с юмором? Вот лично у тебя, какой вообще, в принципе, к этому подход? Есть, может быть, какой-то секрет именно твой? Или совет? Улыбайтесь, кривляйтесь перед зеркалом. Каждое утро покривляться. И уже настроение улучшится. То есть от физического, наоборот, получается, от внешнего к внутреннему. Да, потому что иногда внутреннее... Это уже по Мирхольду, да, немножко? По Мирхольду? Ну, давай, тут спорно, кто там первый из них это начал. Спорно? А, ну, хорошо. Ну да, то есть когда внутри у тебя все спит, не хочется, все настроение плохое, надо заставить себя улыбнуться, покривляться. Реально, мозг получает сигнал, потому что мышцы работают, и все, настроение улучшается. Ну и также перед ролью, наверняка, если очень рано, съемочный день, ты едешь, все твое тело сопротивляется, и ты потом раз так посмотрел, улыбнулся, ожил и пошел. Да, пошел и сыграл вдову. Вот и все. Ну и нормально. А приходилось вдову играть, да? Чего только не было, Александр, в жизни, приходилось. Ой, ну ладно, тебе не при... А вот, кстати, это очень интересная тема. Тебе приходилось какие-то, ну, вот, очень-таки странные роли исполнить? У меня была роль прекрасная старушка Флоренс в спектакле Примадонны в Петербургском театре Буф. Старушка-миллионер. Что такая, что педала в полицейске? Хитренькая такая была, очень классная все, я с удовольствием играл. Ну, слушай, а вот многие актеры, я знаю, что, ну, не знаю, как-то к этому относятся, не очень любят играть там всяких мертвых и так далее. Я спокойно. Вот ты как это? Инвалидов, не знаю. Инвалидов, да. Знаешь, сколько меня раз убивали в кадре, сколько в кино взрывали? То есть ты к этому спокойно относишься? Нет такого, что, а, сейчас сыграю, и это ко мне притянется? Нет, ни в коем случае. Когда есть настрой положительный, то никакая Бяка не притянется. По такому принципу Маша не говорит о плохих новостях. Так, здесь еще сейчас новости у нас, дорогие друзья. Мало ли, Бяка притянется, говорит мне Маша за эфиром. Все, давай, переходим тогда. И чтобы Бяка не притянулся, а притянулась только хорошее, у нас Блиц. Да. Саша, не нужно думать, нужно вот как та старушка. Просто вот так, понеслось. Идти... Нет, не так. Для меня самое важное в жизни. Любовь. Идти по жизни с юмором это. Только так. Если бы сейчас был 1018 год, что бы ты делал? 1018? Я бы вскочил на коня и в степь. А 3018? 3000, я бы на скутер космический и на Марс. Когда ты будешь таким же креативным, умным, но уже старым, что ты скажешь своим праправнукам? Я скажу, ребята... И уснул! Саша, если бы не юмор, где бы ты сейчас был? Я был бы... Я бы здесь и был бы, сидел бы такой смешной и не смешной. Я знаю, где я был. Саша, я был бы здесь вместе с тобой. У нас сегодня в гостях. И со мной, Александр Мартынов. Спасибо тебе огромное. Мы желаем тебе творческих успехов, друзья. Ну а вы живите с улыбкой и идите по жизни с улыбкой. Краба! Оп! Спасибо. Круто. Пока.